С вами канал Учебник Слух. География 9 класс. Тема урока – Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство. Население региона насчитывает около 8 миллионов человек, что составляет около 6% всего населения страны. В настоящее время численность населения снижается из-за значительного оттока жителей в другие регионы страны. Плотность населения также незначительна – 2,2 человека на 1 квадратный километр. При этом в южной, наиболее густо заселенной части района, она возрастает в 2-2,5 раза. В районе проживает много народов, относящихся к разным языковым группам и семьям. Они говорят на разных языках и исповедуют разные религии. Тем не менее, абсолютное большинство населения составляют русские. Уровень урбанизации района составляет 72%, что для нашей страны является средним показателем. Городов-миллионеров в Восточной Сибири немного – Красноярск и Иркутск. Крупнейший из них – Красноярск, самый восточный в нашей стране город-миллионер. Территорию Восточно-Сибирского региона отличает сложный рельеф местности. Около 70% ее поверхности занимают плоскогорья, возвышенности и невысокие горы. Суровый, резкоконтинентальный климат характеризуется коротким летом и очень холодной малоснежной зимой. Почти на всей территории региона распространена многолетняя мерзлота. Для его юга характерна повышенная сейсмичность. Сильные землетрясения, правда, крайне редки, но в совокупности с другими факторами существенно затрудняют хозяйственное освоение ресурсов Восточно-Сибирского региона. Особенно велики минеральные ресурсы региона. Здесь находятся огромные залежи каменного и бурого угля. Велики запасы железных, медных, медно-никелевых и полиметаллических руд. На территории региона добывают олово, поваренную соль. По этой территории протекают крупные реки, Енисей и его притоки. Они являются источниками воды и обладают огромными гидроэнергетическими ресурсами. Колоссальны, сосредоточенные в Байкале, запасы пресной чистой воды. Огромные площади региона заняты светло-хвойной тайгой, которая определяет богатство лесных и биологических ресурсов. Лесные ресурсы достаточны для обеспечения древесиной не только Восточной Сибири, но и других регионов страны. Традиционной и основной отраслью промышленности Восточной Сибири является горнодобывающая отрасль. Регион занимает в России ведущие позиции по добыче железной руды, меди, никеля, полиметаллов, вольфрама, молибдена, олова, золота, алмазов, угля, поваренной соли, слюды, графита, талька и асбеста. Уголь Восточной Сибири в основном добывается открытым способом, что делает его самым дешёвым в стране. Крупным центром цветной металлургии является расположенный на севере региона Норильск. Хотя Норильский комбинат называют никелевым, на нём выплавляется около 15 различных цветных металлов. На Ангаре и Енисеи работают крупнейшие в стране гидроэлектростанции Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская, Усть-Илимская. Восточная Сибирь – регион изобилия дешёвой электроэнергии, что способствует развитию здесь энергоёмких производств. Например, несмотря на отсутствие в регионе необходимого сырья, здесь много алюминиевых заводов, которые расположены вблизи крупных электростанций – в Красноярске, Братске, Шелихове. Восточная Сибирь занимает второе место в стране по объёмам лесозаготовок. Главные районы разработки лесных богатств расположены в бассейнах Ангары и Енисея и их притоков. Здесь же действуют крупные лесопромышленные комплексы – Красноярский, Енисейский, Братский и Усть-Илимский. На них, помимо механической обработки древесины, организовано также лесохимическое и целлюлозно-бумажное производство. Представлено производством синтетического каучука и химического волокна – Красноярск, азотных удобрений – Ангарск. Машиностроение региона выпускает оборудование для горно-рудной промышленности и металлургии – Иркутск, подъемные краны – Красноярск. Речные суда производятся в городах, расположенных в верхнем течении Лены – Качук, Усть-Кут и другие. В Улан-Удэ действует вертолетный завод. Сельское хозяйство не играет заметной роли в экономике региона. Из отраслей животноводства развиты оленеводство на севере, овцеводство и скотоводство мясомолочного направления на юге района. Широкое развитие в этом регионе имеют пушной промысел, звероводство, рыболовство. Земледелие не удовлетворяет местных потребностей в продовольствии, поэтому большая его часть – зерно, овощи и фрукты – завозятся из других районов страны. Транспортная освоенность Восточной Сибири крайне мала. На большей части региона дороги просто отсутствуют. На юге территории главную роль в перевозке грузов играет железнодорожный транспорт – Транссибирская, Южносибирская и Байкало-Амурская магистрали. На севере региона действует только одна короткая железная дорога – Дудинка-Норильск. Это самая северная в стране железная дорога. Зато в регионе очень велико значение речного транспорта. В условиях крайне неразвитой транспортной сети выручает и воздушный транспорт. До многих населенных пунктов можно добраться только самолетом или вертолетом. В Восточно-Сибирском природно-хозяйственном регионе вывоз грузов преобладает над их ввозом. За пределы района поставляется преимущественно природное сырье – лес и лесоматериалы, уголь, электроэнергия, цветные металлы, железная руда, пушнина. Из других районов страны в Восточную Сибирь поступают нефть, машины и оборудование, продукция легкой промышленности и сельскохозяйственные товары. Сейчас с постройкой нефтепровода ВСТО «Восточная Сибирь-Тихий океан» регион приобрел важное транзитное значение. По его территории нефть Западной Сибири транспортируется в порты Дальнего Востока. Повторим главное. Плотность населения крайне мала – около двух человек на один квадратный километр. Крупнейший город – Красноярск. Этнический состав населения – русские, хакасы, тувинцы, буряты, эвенки, ненцы, нганасаны и другие. Главными богатствами региона являются минеральные ресурсы – уголь, медь, никель, полиметаллы, олово, соли. Огромные водные ресурсы связаны с Байкалом и крупными реками. Регион располагает богатейшими гидроэнергетическими ресурсами. На Енисеи и Ангаре построен самый мощный в стране каскад ГЭС. Восточная Сибирь – это индустриальный регион. Сельское хозяйство здесь имеет подчиненную роль. Отраслями специализации являются цветная металлургия, производство электроэнергии, а также отрасли добывающей промышленности. На севере находится крупный центр цветной металлургии и крупнейший город на севере Сибири – Норильск. Продолжение следует...